скринкасты привет от скринкасты меня зовут вадим пуштаев я работаю в марусе и сегодня буду рассказывать вам всякие штуки про программирование очень нравится мне когда можно взять простую тему как-то развить и что-то сложное из нее там ну или сравнительно сложное узнать и сегодня я начну с такой вообще банальной вещи как юникод вы там более-менее наверное все знаете что такое юникод ну обычно как бы считается что это условно кодировка и самое интересное что ну строго говоря это не совсем верно то есть юникод это в первую очередь просто огромная таблица в которой символу присвоен номер то есть там вот собрался этот консорциум или как они там себя называют сказали давайте мы всем символам известным там или почти всем просто раздадим номера чтобы было ну некая вот универсальная извините за тавтология нумерация этими символами потом все могли пользоваться там разными способами ну и погнали там сначала латиница потом какие-то классические знаки припинания кириллица греческий алфавит и в конце там где-то за много тысяч находятся всеми любимые эмоджи там вот это вот голова лошади моя любимая в общем все чем мы пользуемся каждый день вот но это еще не кодировка потому что словом кодировка обычно обозначает способ записи символов в памяти компьютера там или в канале передачи данных то есть это маппинг символа на байтики или на битике как хотите да они просто на номер ну это конечно терминологически такой вопрос открытый потому что по большому счету что есть кодирование что нет это исключительно вопрос определения ну и того unique от маппинг символов на номера и еще способы маппинга номеров в байты это в общем как раз те самые кодировки про которые мы обычно говорим ну и те которые там на слуху это утф-8 утф-16 утф-32 почему их так много символов юникоде полно их ну я не буду точный номер называть более что там постоянно все это меняется но смысл в том что 8 бит как в утф-8 8 в общем означает 8 бит да вам по идее никак не хватит то есть 8 бит это максимум 256 кодов последовательностей символов очевидно в юникоде сильно больше поэтому вам надо на самом деле 32 вот 32 вам точно хватит забегая вперед скажу что вообще 24 бы хватило но обычно у компьютеров с тремя байтами не очень четырьмя гораздо удобнее обращаться 32 бит это как раз четыре байта ну вот и соответственно вопрос как же работает тут 8 если там если эта кодировка как бы восьми битная а это кодировка переменной длины такие это в принципе известная достаточно концепция и работает это следующим образом в первом бите мы сообщаем фактически декозеру а хватит ли они в первом бите в первом байте сообщаем хватит ли ему этого байта и если не хватит то он захватит байт побольше а если хватит то не захватит как работает конкретно утф-8 в самом первом байте если самый старший бит это ноль то остальные 7 бит декодируется просто как в старые добрые а ски кодировки и это на самом деле очень круто потому что это дает обратную совместимость утф-8 фактически с обычной ски кодировкой если вы открываете файл каким-то там абсолютно не приспособлен для этого редактором и смотрите на него то да там кириллицу греческий буквы не увидите но хотя бы увидеть латиницу а латиница это в первую очередь разметка я вот помнишь когда в школе учился у меня был вопрос почему когда в браузере переключаю кодировки там между всякими цп-1951 утф-8 у меня кириллица бьется но верстка сохраняется а если переключиться на утф-16 например двубайтовую кодировку то просто иероглифы появляются страница пропадает ну вот это поэтому потому что верстка задана знаками припинания которые в куче-куче-куче-куче кодировок они имеют одинаковые вот эти байтовые последовательности битовые да и в утф-8 эта традицию сохраняет но это если первый бит 0 если же первый бит единичка то это означает нечто другое а дальше история такая если там две единицы и после 0 то значит надо использовать 2 байта для декодирования если там три единицы и 0 то 3 байта если 4 единицы и 0 то 4 байта в принципе эту логику можно было бы дальше продолжить но утф-8 вот там последним стандартом они сказали что все 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 только 4 байта больше мы значит не разрешаем вы должны задать вопрос что тогда означает одна единица и ноль потому что я как-то пропустил а вот одна единица и ноль ставится для всех так называемых байтов продолжения то есть типа вот есть первый байт в котором объявлено сколько надо а в остальных это единичка и ноль приписаны но это нужно для удобства декодирования если вы кодировать файл не декодировать файл не сначала вы прыгнули увидели этот байт продолжения таки а окей это что-то на все пропустить и начать вот снова ну как так работает давайте я немного просто покажу на деле как все это выглядит если я например возьму вот кириллическую букву и и посмотрю на то как она там в байтиках представлена да ну я примерно это увижу да то есть вот все что я обещал значит ее это кириллица поэтому ей нужно два байта ну давайте я уберу перевод строки чтобы он никого не смущал вот два байта в первом как я обещал две единицы ноль говоря что будет два байта во втором в байте продолжение единицы ноль все остальные биты значимые они собственно задают номер буквы йо в юникоде вот в той таблице изначально про который мы говорили соответственно нужно понимать что не всякая битовая последовательность в этом смысле это валидный ут 8 потому что если я здесь сказал что байта надо 2 там байтов дальше нет или отсутствует код продолжения то декодер будет ругаться ну давайте посмотрим на это я возьму питон он к делу отношения сам себе не имеет просто удобно возьмем вот и и скажем закодируем вот как раз вот f8 да как мы хотели что у нас там вот получилось два байтика давайте теперь их обратно значит возьмем и декодируем т8 ага ну вот да получилось обратно мало ее а теперь давайте что-нибудь сломаем вот девятка это что это как раз видимо 1 0 0 1 здесь вот нолик у нас большая была буква и здесь малая ну давайте из нее вот восьмерку вычтем чтобы там единицы пропало единицу поставлю 16-ти речную ну и классном декодер говорит что вот этот контейнг байт как раз он там отсутствует поэтому в общем вашу тф8 не очень хорош делайте что-нибудь с этим вот так вот это работает соответственно если посчитать самый длинный если взять вот вариант когда у нас 4 единицы 0 говорят что надо использовать 4 байта и потом в каждом еще по 2 бита будет на continuation то значит 16 бит мы потратим из 32 двух просто так да я правильно считаю 2 и 6 5 и 6 11 мы потратим из 32 и останется 21 да все правильно вот 21 бит это на самом деле максимум сколько нужно чтобы закодировать любой не кодный символ и тут как раз вот помните я вначале упоминал что 4 байт это как кажется не нужно 21 бит и в 3 бы прекрасно влезло но трехбайтовые кодировки они в общем для современных компьютеров не очень поэтому утф24 вроде не существует ну или по крайней мере что-то эзотерическое вот соответственно я уже упоминал что утф8 есть классный плюс что он обратно совместим с аске но есть еще один очень важный момент в почему собственно не использовать бы всегда утф32 потому что казалось бы гораздо удобнее декодер писать 4 байта взял в символ превратил и все и до свидания вот дело в том что утф8 очень нехило позволяет экономить на представление данных потому что 4 байта нужно только для некоторых символов ну собственно для эмоджа преимущественно а для остальных нужно 3 2 или даже 1 а поскольку условно в основном там в том же интернете используется латиница что вообще говоря такое спорное утверждение то утф8 позволяет очень и очень неплохо экономить и в этом смысле интересно рассмотреть куда более общую задачу а как вообще кодировать значит символы если они встречаются с разной частотой есть целая теория на тем того что вот есть алфавит но я знаю что в текстах какие-то буквы встречаются чаще чем другие и соответственно те которые встречаются чаще я бы хотела присвоить поменьше вероятность поменьше код длину кода да а тем которые встречаются редко ну соответственно уже раздать подлиннее потому что всем коротких не хватит но это логика понятно да то есть вот коротких однобайтовых у нас всего там 256 а длинных 4 байтовых сколько сколько хочешь вообще хватает на всех вот и по этому поводу есть принципе наука которая этим занимается называется теория информации в середине 20 века примерно гражданин по фамилии хаффман придумал целую теорию и фактически доказал теорему о том что его способ изготовления вот таких вот кодов он оптимален и называется этот код кодка хаффмана собственно и мы сейчас попробуем его реализовать на мой взгляд довольно таки любопытно значит какая логика у хаффмана если у нас есть буквы там а нашего алфавита какие-то заведомо известные и заведомо известны их вероятности там не знаю там 10 422 но это вероятности относительные да то хаффман говорит надо взять значит самые две маловероятные буквы и сказать что вот у них будут самые длинные коды там 0 единичка потом ну здесь 4 получится да потом взять снова 2 маловероятные у меня такой вырожденный случай получился 8 и снова 2 маловероятные и вот здесь будет 0011 вот у меня такой тупой пример достаточно получился соответственно у а код просто ноль потому что она очень частая и она встречается чаще чем все остальные вместе взяты поэтому я достается максимально короткий код соответственно а всем остальным достается 1 0 1 1 1 1 1 1 1 вот тут очень важно оговориться что код хаффмана как и у tf8 это так называемый префиксный код и вообще если этого требования не вводить то теорема бы совсем по-другому выглядела и вообще в ответ был другой что такое префиксный код префиксный код позволяет декодеру прочитав там грубо говоря первый байт или первый бит однозначно знать надо ему продолжать читать или кодирование символа закончена не может быть такого что мы прочитали нолик и такие это наверное конец если после этого не идет еще одного нуля заглянем и посмотрим ага заглянули это не 0 значит это был конец символ вот этот код не префиксный код однозначно говорит что ни один символ не кодируется последовательностью бит которая является началом кода от какого-то другого символа то есть не может быть такого что один символ кодируется там 0 1 а другой 0 1 0 потому что декодить такое просто сложнее и собственно у tf8 в этом смысле это префиксный код там всегда однозначно по вот этому заголовку в бите в байте понятно надо ли читать следующие байты ну и хаффман вот его код абсолютно такой же вот значит мы сейчас попробуем с вами это реализовать наверное будем реализовать на питоне просто чтобы посмотреть на этот любопытный алгоритм но прежде чем продолжить есть еще нюанс о котором хочется поговорить вот в этом для реализации этого алгоритма нужно уметь из множества вот символов вынимать тот у которого вероятность минимальная и вообще говоря их можно было бы просто посортировать там и вынимать но проблема в том что когда вот я c и d сложу у меня получится новое число не факт что она останется в конце она там куда-то переместиться в серединку и мне бы не хотела ну то есть мне надо как-то сортированный массив его вставить эта задача там решается в общем разными способами но есть такая стандартная структура данных абстрактная которая называется очередь с приоритетами она нам как раз здесь и нужна так конкретная реализация очереди с приоритетами про которую я хочу рассказать называется куча вы может про нее слышали а может быть вы слышали про ту кучу которая область данных программы и это сильно другой термин вообще они исторически связаны но в реальности структура данных которая позволяет быстро находить минимум и область памяти программы там которая не стек это в общем сильно разные вещи что такое куча которая собственно структуру данных это такое дерево но обычно бинарная хотя строго говоря не обязательно в котором соблюдены следующие условия во первых она сбалансированная то есть у него там все ветки почти одинаковые длины во вторых в каждой ноде обязательно должно лежать число меньше чем в потомках ну в детях и ну или больше зависимости от того это куча для поиска минимум или максимум то есть там будет что-то типа два там шесть семь а здесь вот ну между собой они уже никак не обязаны быть сортированы то есть здесь может быть вот 200 а здесь вот например может быть 50 вот то есть и соответственно минимум находить легко он всегда в голове не есть простой алгоритм его удаления наверное не будем вдаваться в подробности можете просто почитать там чуть ли не на кипедии про эту кучу это прекрасная очень полезная структура данных и отдельной строкой она еще прикольно тем что из-за того что это дерево такое прекрасно сбалансированное его всегда в памяти представляет не как дерево там со ссылками а просто как массив то есть просто нулевой элемент 1 2 3 4 5 и так далее и соответственно там в разных языках программирования обычно дают просто функции для работы с массивом который как бы содержит вот эту кучу хип в питоне тоже так модуль называется хипку сейчас мы в общем все все эти упражнения попробуем проделать у меня есть вот банальный пример вот таких вероятности которые прямо вам с википедии скопированы с ней потом можно будет свериться но у нас возможно там битки не сойдутся некоторые нули единицы могут между собой меняться это ни на что не влияет главное чтобы там длина была та же вот соответственно что нам понадобится нам понадобится но до вот этого дерева который я рисовал для самого кода хаффмана и понадобится хип там для их сортировки вот но достаточно банальный вид имеет это просто ничего особо не делающий класс у которого есть просто ключ это символ значение ссылка на левый на правый и есть еще забегая вперед сделаем функцию сортировки вот этот лесен которая позволит их между собой сортировать по этому значению вот этот вот декоратор а если вы знаете питон он позволяет добавить на основе собственно функции сравнения меньше все остальные которые нужны вот если вы не знаете не придавать ему значение вот значит как будет выглядеть код у нас есть значит некий вот такой вот дикт как вы видите чуть выше вот который а здесь мы его назовем д значит нам его передают и наша задача значит первым делом сделать из него ноды вот эти вот то есть это будет нода ключ значения да вот мы превратим в пока просто массив нод вот этот наш дикт соответственно потом как я обещал мы возьмем этот вот модуль для работы с хипом и эти ноды превратим в этот хип прямо на месте то есть там не надо возвращаемое значение с ним ничего делать вот ну и давайте пока попробуем его вернуть и посмотрим что там появилось скорее всего мы ничего интересного пока не увидим ну да да ну какие-то ноды значит какой дальше алгоритм но как я и говорил значит мы говорим в цикле пока в общем длина этого массива который у нас там есть не один да то есть пока это дерево совсем не выродилась будем делать следующее будем сначала вынимать один элементик из этого хипа потом будем вынять второй тут же и добавлять новый соответственно новый будем добавлять который будет эти эти два уже содержать как своих детей то есть будем постепенно строить дерево пуш ноут из новую ноду создаем ключ у нее будет какой соответственно ключ уже не важен потому что он только для конечных нод полезен значение у него будет суммой этих двух вот ну а ссылки на левый на правый соответственно это левый и правый вот теперь должно быть интересней значит и return ноутс давайте посмотрим что теперь получается скобочку забыли да вот в этом массиве осталась одна нода все остальные у нее теперь наоборот это полученное дерево мы превратим собственно в коды мы возьмем вот это дерево и будем помнить мы будем рекурсировать эту функцию вызывать помнить какой у нас префикс в принципе самая сложная задача ты сделали мы дерево построили теперь осталось только вывести здесь будет некий результат значит будем говорить что если вдруг внезапно вот в этой ноде которую нам сюда передали давайте все-таки ноды назовем они деревом что это как-то странно значит если в этой ноде оказался ключ то есть вот не не вот эта пустая строка значит это конец и значит можно добавлять в р значит в р по нодку над к мы добавим собственно передами сюда префикс но чтобы все случилось на эту функцию как-то рекурсивно вызывать ну собственно рекурсивно вызывать будем для левого и для правого соответственно скажем тут кодс ноут лефт и ну в префикси скажем например нолик прибавим префикс а здесь будет райт и единичка и префикс вот и все это нужно будет влить в наш дикт который мы собираем и соответственно теперь здесь эту функцию мы вызовем а да вызовем мы ее конечно же для единственного элемента который в этом ноут остался а не для самого массива теперь здесь что-то не так да короче вот здесь надо не заполнять это дикта просто вернуть его обдать то у нас выше происходит то есть мы можем вполне вернуть просто дикт которым скажем что здесь будет ключ а здесь будет префикс кажется надо вот так поступить так только нот но прекрасно как и обещано для а у нас самый короткий код это единичка и поскольку как я и замечательный поскольку он префикс на это единица больше нигде не должно быть она есть тогда вот у нас какой-то выхлоп но очевидно что это ошибка потому что код то должен быть префикс на если а мы выдали единичку то нигде единички больше быть не должно вот мы где-то как-то ошиблись и кажется мне что ошиблись мы в порядке присвоение бит мы же идем с обратной стороны дерева поэтому надо к префиксу прибавлять единички нольки справа а не слева как мы это делали потому что ну там вот видно было что все коды перевернутые сейчас мы это сделаем и наверное наконец получим долгожданный результат вот да замечательно теперь он похож на префиксный действительно а как самое вероятное самый вероятный символ алфавита получил самый короткий код остальные получили там примерно одинаковой длины вот можете попробовать в общем написать какую-то такую похожую программу там свою или не знаю найти в интернете там полно реализации и поэкспериментировать и увидеть как собственно меняется кодирование символов в зависимости от их вероятностей ну и да отдельный прикол в том что самый неудачный самый длинный вариант будет получаться если вероятности это число фибоначчи можете попробовать догадаться почему вот но это принципе все что я хотел сказать то есть вот такая довольно-таки забавная история как мы начали с не кода перешли на ут 8 там вспомнили про код хаффмана который в общем не так уж неожиданно появился по крайней мере для меня но вот например то что такая полезная но не очень часто используемая структура данных как куча здесь внезапно выползла это тоже довольно таки забавно вот на этом у меня все а тут режиссер мне говорит что надо сказать что вы подписывались на наш канал и ставили лайк поэтому наверное лучше вам это сделать а то ну как бы я не знаю что будет а то я за вами приеду 13 13 страница 15 ю